Доброй ночи! События субботы, 12 июля на БТБ в студии Оксана Гуцайт. МИД Украины призвала Россию придерживаться международно-правовых обязательств в сфере защиты прав детей и предотвратить случай их международного похищения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Также в ведомстве обратились к российской стороне с просьбой принять меры для недопущения несанкционированного пересечения детьми украинско-российской границы. Напомню, из Марьинки ДНРовцы пытались насильно вывести в Россию детей-сирот. Вчера вечером в школу-интернат города пришла группа вооруженных людей во главе с самопровозглашенным замминистра соцполитики ДНР Еленой Коровкиной. От руководителя учреждения они требовали подписать документы для вывоза 54 детей в Российскую Федерацию. Всего террористы хотят вывести 150 воспитанников Марьинской и Донецкой школ-интернатов. Украинские силовики взяли под свой полный контроль город Северск и еще ряд населенных пунктов вблизи Луганска. Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook. Проверка освобожденных от боевиков районов завершена. Это обеспечит безопасность мирных жителей и создат предпосылки для восстановления правопорядка. Напомню, Северск освободили в пятницу. В результате боев погиб один украинский военный, еще двое были ранены фугасным снарядом. 50% населения покинули город. Все едут куда могут. Но сейчас понемногу начали возвращаться назад, потому что прибыли войска. И им намного спокойнее. Все люди благодарят нас за то, что мы здесь. Мы заняли круговую оборону этого города. Соединенные Штаты Америки активизируют международные усилия в поддержку Украины. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Байден выразил соболезнования народу Украины из-за многочисленных потерь среди украинских военных. Они вызваны, в частности, обстрелами из систем залпового огня «Град» российского происхождения, отметил вице-президент США. Порошенко поблагодарил Вашингтон за поддержку и подчеркнул важность трансатлантической солидарности для урегулирования кризиса. Солидарности стран Евросоюза с Украиной ждет Петр Порошенко на саммите ЕС 16 июля. Об этом президент сказал в телефонном разговоре премьер-министру Италии Матео Ренци. Украина рассчитывает, что Италия, как страна, которая председательствует в Совете ЕС, позволит Евросоюзу объединиться с нашим государством для отстаивания мира, свободы и демократии. Матео Ренци, в свою очередь, заверил, что Европа и, в частности, Италия поддерживают усилия Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ситуацию в Украине обговорил президент и в телефонном разговоре с президентом Румынии Трайаном БССКО. Президент Румынии выразил свою полную поддержку и солидарность с Украиной, которая сегодня борется за восстановление мира не только на своей территории, но и за стабильность во всем регионе. Он также заверил, что Румыния, а также румынское меньшинство в Украине поддерживают территориальную целостность Украины и действия ее президента по мирному урегулированию ситуации. В свою очередь, Петр Порошенко поблагодарил румынского коллегу за то, что Румыния была первой страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. МИД Украины направила ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с фактами провокационных действий на российско-украинской границе. Напомним, в ночь на 12 июля со стороны российского Куйбышева состоялся минометный обстрел по украинскому пункту пропуска Мариновка. Кроме того, накануне были зафиксированы несколько случаев нарушения воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, которые залетали со стороны России. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба Российской Федерации не принимает никаких шагов, чтобы предотвратить многочисленные нарушения государственной границы Украины вооруженными лицами и военной техникой с территории России. Из установок Град сегодня ночью со стороны российской границы террористы обстреляли подразделения вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба. Были обстреляны и подразделения, выполнявшие задачи в рамках АТО в населенных пунктах Зеленополья, Дьякова, Берекова и Изварина. Артиллерия вооруженных сил Украины открыла огонь в ответ. По информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, в результате стрельбы один украинский военнослужащий погиб, 17 ранены. По команде министра обороны в воздух подняты истребители, которые патрулируют воздушное пространство Украины и готовы к отражению возможной атаки. В ходе проведения силовой операции на территории Донецкой и Луганской областей украинская авиация нанесла пять прицельных ударов по опорным пунктам террористов, их минометным и огневым позициям, а также базам и лагерям. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. По его словам, за сутки бандформирования понесли значительные потери. Так, в районе Перевальска Луганской области уничтожен опорный пункт, в котором находилось два танка, 10 бронемашин и 15 единиц автотехники, а также убито около 500 террористов. Кроме этого, ликвидирована база наемников и в районе Дзержинска Донецкой области. По предварительным данным, погибло до полутысячи боевиков. Украинским военнослужащим также удалось уничтожить базовый лагерь террористов в районе населенных пунктов Гольмовский и Изварина. Всего, по словам Селезнева, в течение суток выполнено 16 боевых авиавылетов. Близ границы с Россией в Луганской области выявлена группа российских военнослужащих. Так сообщают в СНБО. Есть данные о намерениях боевиков создать коридор на госгранице для прохода колонн боевой техники и новых наемников с территории России. Также в медовстве рассказали, что под контролем террористов сейчас находится нефтеперекачивающая станция в Луганской области возле села Вовчаяровка. А накануне боевики захватили здание областного отделения госказначейства, но позже освободили его. Кроме того, за прошлые сутки захвачена фильтровальную станцию Донецкой и один из корпусов реабилитационного центра протестантов. При этом из городов не выпускают мирных жителей. В СНБО есть информация о том, что их хотят использовать как живой щит. Поэтому боевики продолжают вести огонь по жилым кварталам. Продолжая обстрел позиций сил АТО, террористы ведут огонь из разных видов оружия и по жилым кварталам, и по населенным пунктам. При этом активно используется национальная символика Украины для дискредитации вооруженных сил нашего государства. По словам очевидцев, для обстрела жилых кварталов в Донецке террористы установили артиллерийскую установку на покрытую тентом фуру. Время от времени автомобиль останавливается, сдвигается крыша фуры, осуществляется один-два выстрела, после чего фура переезжает на новое место. В Луганске за минувшие сутки погибли трое мирных граждан, об этом сообщает пресс-служба горсовета. Кроме этого, скорая помощь осуществила 160 выездов, 28 из них по факту нестрельных ранений и травм, полученных в результате боевых действий. Напомню, накануне российские наемники обстреляли областной военный комиссариат и областной онкологический диспансер. В результате пострадало 11 человек. Контрразведка службы безопасности Украины задержала двух боевиков, которые 24 июня вблизи горы Карачун сбили вертолет сил АТО, в результате чего погибли 9 украинских военнослужащих. Напомню, террористы сбили украинский военный вертолет Ми-8, возвращавшийся от украинского блокпоста после выполнения задания по доставке грузов. На борту находились 9 специалистов, устанавливающих аппаратуру для мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения плана мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, в том числе и сотрудники СБО. В результате падения вертолета все находившиеся на его борту погибли. Тысячи киевлян и гости из столицы сегодня пришли в музей Великой Отечественной войны, чтобы своими глазами увидеть доказательства поставок России и оружия для боевиков. Здесь уже второй день работает выставка, на которой представлены образцы вооружения из арсеналов террористов. Установки град, ПЗРК-игла, гранатометы и противотанковые комплексы. Все это добро осталось во освобожденных от террористов городах на Донбассе. Именно это оружие использовали боевики против украинской армии. То, что оно родом из России, доказывают не только документы, найденные там же, но и маркировка. Большинство разработок еще советской эпохи. Но есть модели 2000-х годов российского авторства. Выставка продлится до понедельника. Все эти маркировки, имеющиеся здесь, игла, муха, там есть даже 2008 год. У нас никогда это оружие не выпускалось. Я служил в 1954-1976 годах, офицер, мотострелок. И поэтому я, безусловно, в этих, как говорят, штуках разбираюсь. Если оружие изготовлено после 2000-го года, здесь не может быть и речи. Это российского производства. Нема мовы, что это российская вырубница. Ранатометы 2000-го года, 2008-го года, у нас такие не делаются. С 91-го года точно. Шмели, противотанковые огнеметы, это только, можно сказать, что Российская Федерация. У нас таких явно и не делалось, и не делается. Даже мы не тренировались на полевых занятиях с такими. Это явно Российская Федерация и поставки. Это предательство славянского народа. Вот как это называется. Если плохие дяди убивали наших, то это плохо. Россия до сих пор не пускает украинского консула на встречу с незаконно вывезенной в Российскую Федерацию украинской летчице Надеждой Савченко. Сейчас ее содержат в Воронежском СИЗО. Об этом заявил генконсул Украины в Москве Геннадий Блескаленко. По его словам, он уже несколько дней пытается получить доступ к задержанной, однако пока безуспешно. Тем временем защищать украинскую летчицу будет еще два адвоката Николай Полозов и Илья Новиков. Об этом в Твиттер написал адвокат украинки Марк Фегин. Напомню, в середине июня в городе Счастье под Луганском боевики захватили украинскую летчицу в плен. При этом российские следователи утверждают, что Надежда Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу и была задержана во время проверки документов. В свою очередь Украина официально заявила, летчицу похитили террористы и переправили в Россию. По факту этого похищения Луганская прокуратура открыла уголовное производство. Напомню, Воронежский облсуд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы в закрытом режиме решил оставить ее под стражей до 30 августа. Сейчас Надежда Савченко находится в Воронежском изоляторе. В России ей инкриминирует причастность к гибели двух журналистов. В Москве скончалась известная российская оппозиционерка Валерия Новодворская. Об этом российским СМИ сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников. Источник Ленты.ру в медицинских кругах назвал причину смерти инфекционно-токсический шок. Новодворской было 64, она была одной из самых известных диссидентов времен СССР, а позже ярким деятелем российской либеральной оппозиции, правозащитницей и журналисткой. Новодворская одной из первых в России выступила против аннексии Крыма, осудила агрессию Кремля в Украине, поддержала Майдан и проведение антитеррористической операции. Нынешний статус Крыма всего лишь вопрос времени, так считает еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюлэ. Он сказал об этом в интервью пражской редакции Радио Свобода. Фюлэ назвал большой несправедливостью аннексию части Украина-России нелегитимным способом при помощи зеленых человечков. Но оккупация полуострова не повлияет на отношения Украины с ЕС, в том числе на процесс отмены визового режима для украинцев. Есть конкретные критерии. Если наш партнер их выполнит и продолжает выполнять с нашей стороны, конечно, упрощение визового режима до степени, когда люди могут приехать в страну Европейского Союза, я думаю, что то, что произошло на Крыму, с чем мы никогда не признаем, тут аннексию Крыма за стороны России, не будет иметь негативное влияние. Упрощение или отмена виз? 45 миллионов, 47 миллионов отмена виз? Я говорю про... То есть это вот на столе уже? Да, я говорю про отмену виз, конечно. ЕС опубликовал имена 11 новых фигурантов своего санкционного списка. Ограничения, в частности, коснулись так называемого премьера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Бородая и главы службы безопасности Александра Ходоковского. Санкции вступают в силу с момента публикации списка. Напомню, на днях Совет ЕС решил расширить его из-за эскалации ситуации на востоке Украины. Лицам, которых считают ответственными за кризис на Донбассе, запретили въезд на территории Евросоюза и заморозили их европейские активы. Теперь общее число в санкционном списке ЕС по Украине 72 человека. Также расширила свой санкционный список и Канада, добавила 14 имен. Об этом сообщил премьер страны Стивен Харпер. Отныне в Канаду запрещен въезд гражданам, которые ответственны за кризис на Донбассе. Среди них заместитель министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Федор Березин, министр обороны самопровозглашенной Луганской Республики Игорь Плотницкий и глава Союза православных граждан Новороссии Валерий Кауров. При этом премьер Канады пообещал также давить на Россию вместе со своими союзниками и партнерами, а также выразил свою поддержку плана по мирному урегулированию ситуации президента Украины Петра Порошенко. Президент Украины в воскресенье посетит финал чемпионата мира по футболу в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Бразилии. По его словам, Порошенко поприсутствует на специальном обеде, посвященном закрытию чемпионата. Туда приглашен также президент России Владимир Путин. У последнего запланирована отдельная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая приедет поддержать свою команду. Путин и Меркель, кроме прочего, обсудят ситуацию в Украине. Примет ли Порошенко участие в этой беседе, не сообщается. В связи с действиями России в Украине официальную делегацию федерации не пригласили на один из крупнейших в мире авиасалонов – Фарнбора. Он проходит раз в два года близ одноименного британского города. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, делегация от правительства России не получила приглашения от королевы Елизаветы. Кроме того, федерацию исключили из списка стран, имеющих право покупать британскую авиатехнику. Впрочем, так как Фарнбора является коммерческим предприятием, официальный Лондон не может запретить участвовать в нем частным компаниям из России. Накануне в посольстве Российской Федерации в Лондоне сообщили, что большая часть российской делегации не получила виз и не сможет приехать на авиасалон. Спасибо, что этот день вы провели с нами. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин